Жилищный фонд Жилищные правоотношения В российском законодательстве закреплен важный принцип, на котором базируется система эксплуатации жилья. Жилые помещения должны использоваться только для проживания граждан. Граждане обязаны поддерживать свое жилье в надлежащем состоянии, соблюдать правила проживания, оплачивать коммунальные услуги. У каждого гражданина нашей страны есть право на жилье. Оно закреплено Конституцией Российской Федерации, статья 40, и охраняется государством. Граждане могут приобретать жилое помещение в собственность или пользоваться государственным, муниципальным жильем. Приобрести жилье в собственность может любой гражданин нашей страны. Закон не ограничивает количество квартир, домов или иных видов жилья, которые могут иметь люди. Главное – не нарушать правила, закрепляющие порядок их использования и нахождение в собственности. Речь идет о правилах уплаты налога, коммунальных платежей. Собственники квартир для эксплуатации многоквартирного дома могут образовывать товарищество собственников квартир – жилья. Таким образом, можно стать собственником жилья. Каким образом можно стать собственником жилья? Согласно российскому законодательству, разрешается приобретать жилье, участвуя в сделках, например, покупая квартиру, обменивая ее, получая в подарок, заключая договор ренты, пожизненного содержания с иждивением. Жилье можно приватизировать, строить, участвовать в жилищных и жилищно-строительных кооперативах, наследовать. В России созданы специальные регистрационные палаты – органы юстиции, которые призваны осуществлять регистрацию в Едином государственном реестре прав на территории регистрационного округа по месту нахождения жилого помещения. Новому собственнику квартиры должны выдать правоустанавливающие документы, которые подтверждают его право собственности. Главным из них является свидетельство о регистрации права. Согласно закону, гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями должны совершаться только в письменной форме. С этой целью составляется единый документ, например, договор купли-продажи, который подписывают стороны. В нем закрепляются права и обязанности сторон, порядок оформления сделки. Закон не требует обязательного заверения указанного договора у нотариуса. Однако практика показывает, что удостоверительная надпись нотариуса позволяет убедительно доказывать чистоту сделки и избавиться от возможных хлопот в будущем. Гражданам России разрешено заключать договоры мены и обмена жилья. По договору мены, каждая сторона передает в собственной с другой стороне одно жилое помещение в обмен на другое. При этом важно, чтобы жилье находилось в собственности сторон, участвующих в такой сделке. Такой договор мены очень похож на договор купли-продажи. Здесь тоже есть покупатель и продавец. Первый обязуется принять обмен и передать свое жилое помещение в качестве платы, а второй – передать свое жилье. При обмене хотя бы одно жилое помещение должно относиться к государственному или муниципальному жилищному фонду. Договор дарения позволяет одной стороне – дарителю – безвозмездно передать жилое помещение в собственность другой стороне – одаряемому. Если же одаряемый передает деньги или право, то такой договор не считается дарением. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением предусматривает, что одна сторона – получатель ренты – передает другой стороне – плательщику ренты – в собственность жилое помещение, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме. Закон предусматривает следующие виды ренты. Бессрочная, постоянная рента в денежной форме выплачивается не только в течение жизни получателя, но и после его смерти. Пожизненная рента в денежной форме выплачивается в течение жизни получателя. Рента на условиях пожизненного содержания гражданина с иждивением – разновидность пожизненной ренты, при которой плательщик ренты, то есть новый собственник жилья, обеспечивает потребности получателя ренты в жилище, питании, одежде, заботе и уходе. Граждане могут также приватизировать жилье. Законом гарантировалось право бесплатной приватизации. Правда, приватизировать жилье можно было только один раз. Приобрести право собственности на жилище позволяет участие в жилищных или жилищно-строительных кооперативах с 16 лет. Получить жилье можно и по наследству. При этом важно, чтобы наследодатель был собственником жилья. Так, если бабушка проживает в квартире, являющейся государственной или муниципальной, то она не имеет права передавать ее по наследству, ведь она не является собственником этого имущества. Передать недвижимость, например, квартиру по наследству, можно и тем, кто в ней не зарегистрирован и никогда не проживал. Однако не всегда в жилых помещениях проживает собственник. Находясь в другом месте, он может предоставлять жилье для проживания другим. Такие взаимоотношения сторон определяются договором найма жилого помещения. По этому договору одна сторона, наймодатель, предоставляет другой стороне, нанимателю, жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем. Наниматели – это граждане, а вот наймодателями могут быть и организации, предприятия, то есть все, кто выступает в роли собственника жилья и может им свободно распоряжаться. Договор найма заключается в письменной форме. В нем предусматриваются взаимные обязанности сторон. Наниматель может с уведомлением наймодателя предоставить жилое помещение временным жильцам безвозмездно. Жилое помещение можно передавать в поднаем, если не возражает наймодатель, за плату. Договор найма жилого помещения заключается на срок до 5 лет. Особой правовой формой взаимоотношений сторон является договор социального найма. В этом случае наймодатель, которым выступает государство или муниципальное образование, предоставляет для постоянного проживания нанимателю жилое помещение из фонда социального использования, часть государственного и муниципального жилищного фонда в пределах установленной нормы жилой площади. При этом могут соблюдаться и другие требования – очередность, льготность предоставления жилья. Договор социального найма жилого помещения заключается без установления срока его действия. Граждане, получившие право проживать в таких жилых помещениях, также должны использовать их по назначению, оплачивать коммунальные услуги и прочее. В противном случае может последовать расторжение договора найма и выселение жильцов из помещения.